Приветствую вас, друзья! Сегодня мы с вами поговорим о пресс-конференции Институтального банка Российской Федерации. Эта пресс-конференция прошла в минувшую пятницу, и по современным меркам вам может показаться, что эта информация старая. Да, скорее всего, основные тезисы вы уже где-то прочитали, и, может быть, даже посмотрели один или два видео по поводу разбора пресс-конференции. Но сегодня я не хочу уделять особое внимание тем цифрам, которые были произнесены на Бюльне. Сегодня я хочу поговорить о том, о чем нам ЦБ не рассказывает. Дело в том, что, судя по риторике и по тому, как они за малейшее улучшение ситуации хватаются и выставляют это за победу, мне начинает казаться, что в Банке России понимают, что ситуация в российской экономике выглядит не самым лучшим образом, и сделать что-то кардинально лучше они на данный момент не в состоянии. Мы с вами посмотрим, о чем говорит Набиульна, и посмотрим, что реально публикует сам же ЦБ. Взвесим и сопоставим все эти цифры, данные, и придем к выводу, о чем же нам Банк России не говорит. С вас, как всегда, лайк, подписка, несколько слов в комментарии. Делитесь этим видеороликом, кому интересна экономика России. Поехали! Хотел бы напомнить, что я отношусь к руководству Банка России практически всегда позитивно. Безусловно, их есть за что ругать, но нет того менеджера, который бы не совершал ошибок. Но если бы Банком России в наши дни руководили бы те люди, которые руководили Банком на заре Российской Федерации, то, как мне кажется, все закончилось бы намного быстрее. Однако, даже в том финансовом анализе и в той риторике, которую проводит Банк России сегодня, мне кажется, есть некие такие нотки уныния, которые в риторике все-таки выражаются. Они выражаются, кстати говоря, даже в лице самой Эльвирны Бюльни. Посмотрите, пожалуйста, на YouTube-канал, и то, какую мини-тюрку они включают, например, в апреле 2023 года, в сентябре 2023 года, что мы видим. То есть просто посмотрите на лицо этого человека и то, как она выглядит сегодня. То есть вот такая вот элементарная миниатюрка Эльвирны Бюльни на пресс-конференции. Даже по лицу видно какую-то безнадегу. Но давайте по деталям. Я скачал заявление председателя Банка России, и мы с вами потезисно посмотрим, что говорят и как дела обстоят на самом деле. Первое – это инфляция. Пиковые значения текущего роста цен, заявляет Банк России, пройдены осенью. Ослабление инфляционных тенденций прежде всего связано с ужесточением денежно-кредитной политики. Открываем динамику потребительских цен, документ, который был опубликован относительно недавно, 19 февраля 2024 года, и читаем, что действительно в январе 2024 года текущий рост потребительских цен сохранялся вблизи значений декабря. Смотрите, в январе 2024 года потребительские цены выросли на 0,86%, в декабре они выросли меньше, чем в январе. Более того, с поправкой на сезонность, месячный прирост цен практически не изменился, сказали нам в банке, но все-таки составил 6,7%, в то время как в декабре он был 6,3%. Годовая инфляция почти не изменилась и составила 7,44%, при том, что в декабре она была 7,42%. Понимаете, они говорят о том, что пик пройден, они говорят о том, что инфляция сильно не изменилась, но при этом все показания января по инфляции выше, чем показания декабря. Да, незначительно, но выше. Набиулина, когда говорит о пройденном пике, имеет в виду пик за сентябрь 2023 года. Поэтому, да, этот пик прошел, но не развивается ли новый пик? И, конечно, вы сразу можете увидеть, как с ноября к декабрю, да, месячный прирост очень сильно упал. С 10,3% до 6,29%. У этого есть объяснение, и я об этом скажу чуть позже. Но пока про денежно-кредитную политику. ЦБ говорит о том, что снижение инфляции произошло благодаря ужесточению денежно-кредитной политики. Состоялось повышение ключевой ставки, которое привело к увлечению ставок по кредитам и депозитам и транслировалось в замедлении кредитования и активный рост вкладов. То есть люди и организации стали брать меньше кредитов и больше вложить денег именно во вклады. Для банковского сектора это, кстати, не очень хорошо, поэтому банки и их прибыль может пострадать. Но давайте посмотрим, так ли это на самом деле. Ничего не придумывая, открываем документы того же самого Банка России о развитии банковского сектора и смотрим, что они здесь пишут. Они пишут, что в декабре корпоративное кредитование лишь немного замедлилось. Прирост составил 1,8%. Да, замедление есть. Да, мы видим, что пик был в октябре 2023 года все-таки вниз. Но победа ли это? Напомню, что это 16% ключевая ставка. То же самое с ипотекой. В декабре ипотека продолжила расти высокими темпами, отмечает нам Центральный банк. Темпы 2,9%, объем портфеля 18,2 трлн рублей. Мы видим, что действительно тут тоже в сентябре были пики большие. Но вспоминайте, и ужесточение этой льготной ипотеки тоже происходило в эти же самые времена. Поэтому этот всплеск, так же как и всплеск в декабре 2022 года, вызван тем, что ужесточаются условия для льготной ипотеки. И люди, которые хотели брать квартиры в ноябре, они ускорились, потому что понимают, что в октябре, в ноябре будет брать сложнее. Поэтому брали в сентябре. Отсюда всплеск непосредственно перед ужесточением, падение непосредственно после ужесточения условий льготной ипотеки. И, увы, планомерный рост, как пишет сам же Банк России, высокими темпами до дальнейшего ужесточения льготной ипотеки, либо ее полной отмены. Ну и потребительское кредитование немного сжалось на минус 0,1%. Здесь то же самое. В августе самые высокие темпы были кредитования. Сейчас сжатие, но всего лишь немного. Так что в целом относительно сентября 2023 года действительно кредитования замедляются. Но темпы его до сих пор высоки. При ключевой ставке в 16% на секундочку. Наконец-то, по заявлению Набюльной, в ЦБ начали снижаться с крайне высоких значений оценки будущей инфляции со стороны участников финансового рынка, населения и предприятий. В принципе, инфляционные ожидания мы уже с вами детально разбирали в моем телеграм-канале. Подписывайтесь, если этого не сделали. Ссылочка в правом верхнем углу. Но давайте вспомним. Вот они, пожалуйста, инфляционные ожидания, которые действительно снизились в январе до уровня 12,7. Но они снизились с уровня 14,2, когда яйца были, блин, как икра по цене. И 12,7. Слушайте, последний раз такое значение наблюдалось в октябре 2022 года, сразу же после объявления частичной мобилизации. Так что посмотрите, с пиковых значений мы снизились, но снизились всего лишь на один месяц и достигли значений годовалой давности. Что касается наблюдаемой инфляции, той инфляции, которую население чувствует на себе, то здесь я бы не сказал, что это прям снижение, какая-то коррекция. И печально то, что Банк России говорит о том, что мы наблюдаем снижение. Сколько? Месяц? А теперь посмотрите на эту диаграмму. Самую первую. Как отвечали люди? Как, по вашему мнению, в целом изменились цены на продукты питания, непродовольственные товары и на услуги за прошедший месяц? И смотрите, 61% в январе сказал, что очень сильно выросли. И это, ну за исключением декабря, когда опять же всем узнали, что яйца очень дорогая история, и это, ну тоже рекорд, рекорд майских значений 2022 года. После тех событий, да, после событий февраля. То есть всплеск в апреле, в мае был рекордным по такому опросу. И сейчас мы возвращаемся к этим же значениям. Почему снижаются инфляционные ожидания? Потому что нету новых потрясений. Потому что курс рубля задавили, и он не ослабляется дикими темпами. Потому что в новостном поле нету никаких новых потрясений, которые бы нам не были известны. Вот этот уровень инфляционных ожиданий, это хороший индикатор обеспокоенности народа. Вот так в Россию нас сложилось. Если народ чувствует, что ситуация, ну давайте уж так говорить, попа, и что завтра может случиться катастрофа, то растет обеспокоенность и растут инфляционные ожидания. У нас в нашей стране, если что-то произойдет, то обязательно растут цены на что-нибудь. Или на все сразу. И вот это вот снижение обеспокоенности, вот это вот снижение инфляционных ожиданий, оно очень легко может быть нарушено. Причем буквально в марте. И в заявлении Эльвиры Небюльны об этом и говорится. Говорится о проинфляционных рисках. Риски со стороны инфляционных ожиданий. Инфляционные ожидания могут вырасти из-за беспокоенности населения. И инфляция вновь вернется к росту. Только что будет делать с этим ЦБ? Дальше поднимать ставку? Пока у них такого в планах нету. И в этом смысла они не видят. Теперь отметим еще одно предложение в графе инфляции. В январе в целом темпы роста цен оставались примерно такими же, как в декабре. Исключение составили услуги без ЖКУ, которые в январе дорожали быстрее. А теперь вернемся к этому резкому снижению в декабре. Сам ЦБ объяснял, что вы наблюдаете снижение инфляции в декабре, потому что в декабре 2022 года выросли цены на жилищно-коммунальные услуги. В годовой инфляции сравниваются значения цен текущего месяца в этом году с аналогичным месяцем в прошлом году. Когда в декабре 2022 года подняли тарифы на ЖКУ, то ноябрь это не учитывал. А вот когда уже декабрь 2023 года сравнивали с декабрем 2022 года, то эти новые тарифы были уже учтены в инфляции. И поэтому произошло снижение в процентном соотношении. Так что опираясь на заявление самого ЦБ, можно сделать вывод о том, что публикуемая инфляция 7,44 от Росстата, она намного ниже реальной, благодаря повышению тарифов годом ранее. Вот такой вот парадокс. Чем сильнее повышают цены, тем меньше потом инфляция. Теперь давайте про экономику. Основным драйвером экономики стал внутренний спрос. А также особенно сильно увеличились инвестиции, что связано со структурной трансформацией экономики. Какие инвестиции вы спросите? Смотрите, общий спрос в экономике, подпитываемый госрасходами и ускоренным кредитованием, заметно вырос. То есть это инвестиции благодаря госрасходам. Отсюда мы и получили с вами прирост ВВП в 3,6% по итогу 2023 года. Мы с вами разбирали на одном из прошлых стримов о том, что конкретно растет. На 7% выросла обрабатывающая промышленность, доля ВВП, которая 13,5% это самая большая доля ВВП. Также неплохо так выросло строительство на 7% и выросло на 7,3% торговля оптово-розничная, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов. В общем, выросли все те отрасли, которые очень сейчас востребованы для СВО. А вот, например, та же деятельность в области здравоохранения и социальных услуг снизилась. Получается, что да, российская экономика растет, но растет она очень однобоко. И, откровенно говоря, не совсем в тех отраслях, в которых лично мне бы хотелось. И Банк России это понимает. Они прекрасно понимают, что когда они повышают ключевую ставку, они оказывают давление на гражданскую часть экономики. А та часть экономики, которая завязана на выполнении конкретных поставленных задач, там на ставку смотреть не будут. Теперь о денежно-кредитной политике. В ЦБ заявляют о том, что она жесткая. Но это и понятно. Ключевая ставка 16% на секундочку. Но здесь почему-то говорят о том, что потребительское кредитование существенно замедлилось. Выдача новых ипотечных кредитов с поправкой на сезонность в последнее время сокращается. В рыночном сегменте, где наша денежно-кредитная политика действует без искажений, уменьшение темпов происходит быстрее. Ну, то есть, короче говоря, там, где нету этой льготной ипотеки. А вот в льготной ипотеке темпы выдачи ниже, чем осенние пики, что связано с изменением параметров льготных программ. Но вот последний документ по обзору банковского сектора, опять же, говорит о том, что ипотека продолжила расти высокими темпами. Да, в сентябре ипотечных кредитов выдавали больше, но опять же, потому что все понимали, что в октябре будет ужесточение этих условий, а значит, брать надо именно в сентябре, а лучше в августе. Сейчас все знают, что будет ужесточение и дальше, а может быть, даже к июню отменят льготную ипотеку. Что вы думаете, ипотечные кредиты будут снижаться? Возможно. Но пока, даже по итогам декабря, никакого снижения уверенного не наблюдается. Теперь про риски. Принфляционные риски остаются значительными. Это прямое заявление Центрального банка. Это значит, что риск того, что инфляция вновь перейдет в рост, больше, чем то, что все пойдет на замедление. И, во-первых, эти риски связаны со стороны внешних условий. К ним можно отнести вторичные санкции и ухудшение конъюнктуры на товарных рынках. То есть, как бы в правительстве не говорили, что санкции нам только на пользу, в ЦБ в очередной раз говорят о том, что санкции – это большая проблема. И это большие проинфляционные риски. Ну и хочется отметить дезинфляционные риски. Хотя, по мне, так это возможность. Если рост экономики в большей мере сложится за счет расширения потенциала, а не циклической компоненты, то это может сформировать меньшее инфляционное давление. Большинству уверен, ни черта не понятно. Но если коротко, ЦБ говорит о том, что если экономика будет расти более широким фронтом по всем отраслям, а не какими-то там компонентами отдельными, то тогда инфляционное давление будет уменьшаться. Тут же в ЦБ повысили прогноз среднегодовой ключевой ставки на 1% пункт. В этом году они считают, что средняя ставка будет находиться в диапазоне 13,5-15,5. Дальше, если считать, то они ждут 8%, а потом уже к 2025-26 году ждут инфляцию в 4%. Это все прекрасно, но эти прогнозы у всех всегда одинаковые. Все ждут, что через 2 года будет лучше. В 2020 году все ждали, что через 2 года будет лучше. Но реальность с нами не согласна. Какие выводы можно сделать? Тот факт, что ЦБ, глядя на незначительные, возможно, даже коррекционные снижения в ряде показателей, такие как инфляция, инфляционные ожидания или выдача льготных ипотек. И то, не везде эти снижения вообще в целом наблюдаются. И то, что ЦБ выдает это за какую-то победу, это на самом деле страшно. Потому что все это делается, на мой взгляд, далеко преждевременно. Но их понять можно. Они подняли ставку до 16% и должен быть эффект. Но эффекта нет. Нет, они и мы прекрасно понимаем, что есть другие ведомства в правительстве Российской Федерации, которые с большой горы видели, какую ставку поставит Центральный банк Российской Федерации. Потому что стоят другие задачи, более политические. Но мы туда лезть не будем. Мы сами видим что? Мы видим, что ЦБ поднял ставку до 16%. Они прекрасно понимают, что эффекта нет. Их риторика о том, что нужно постоять, подождать и посмотреть, и убедиться, что ситуация исправляется, понятно. И если ситуация действительно будет улучшаться, то все пойдет по их же прогнозу. То есть получается 14,5% ставка по итогу 2024 года. Это средняя. Сейчас 16. Это значит, что до лета они будут держать 16, а потом уже ближе к концу года опустят ее максимум на 12. И это при том, что ситуация продолжит улучшаться. А что если будут новые потрясения? А что если будут новые всплески инфляционных ожиданий? А что если льготную ипотеку не отменят? Что будет? Будем смотреть. До свидания.